31 октября ушел из жизни британский актер Шон Коннери, первый и самый любимый исполнитель роли Джеймса Бонда. Импозантный шотландец ассоциируется у всех в первую очередь с элегантным Эстон Мартин DB5, хотя на протяжении Бондиана его агент 007 успел поездить на добром десятке спорткаров, и не всегда английских. В реальной жизни он не был сумасшедшим автомобильным энтузиастом, и все же во вкусе к интересным и быстрым автомобилям ему не откажешь. Мы решили отдать последние почести замечательному актеру, и показать, на каких автомобилях ездили его экранные персонажи, и какие машины выбирал он сам. 1959 год, Шон Коннери демонстрирует изумленным зрителям первые беспилотные технологии. Конечно, мы пошутили, здесь еще толком неизвестного актера сфотографировали в Диснейленде вместе с Джанет Монро, партнершей по приключенческому фильму Darby O'Gill and the Little People. 1962 год, кинокартина Доктор Ноу, Сан Бим Эл Пайн. После этого фильма сын водителя грузовика Шон Коннери, начинающий актер, игравший второстепенные роли бандитов, превратился в настоящую звезду. Первый фильм Бондианы снимался на очень скромный бюджет, менее 1 миллиона долларов, так что здесь никаких люксовых автомобилей, мистер Бонд ездит на родстере Алпайн забытой ныне фирмы Сан Бим. Посмотрите обязательную для Бондианы погоню, улыбнетесь кургузому автомобильчику с 80-ти сильным мотором 1,6 и уровню спецэффектов, крупные планы с лицом Коннери сняты с проекцией движущегося фона, а машины на грунтовке вовсю скрипят шинами, не зачет звукорежиссеру. 1963 год, кинокартина из России с любовью, Бентли 4 и 1 четверти. Кажется, ко второму фильму героя Коннери повысили в звании, в качестве бондовской машины в кино мелькает аж целый Бентли, шутка, просто бюджет фильма удвоили. Правда, автомобиль старый, это Бентли 4 и 1 четверти 1938 года с открытым кузовом британского ателье Венден Плесс. Что ж, понимаем, возможности контрразведки не безграничны, экономическая ситуация в Англии 60-х была не блестящая. Из шпионских прибамбасов в Бентли был только радиотелефон, впрочем, для 63-го года это было впечатляюще. А единственная погоня в фильме обходится и вовсе без автомобилей, потому что идет на море. Кстати, стоит пояснить, что автор романов про агента 007 Ян Флеминг изображал Бонда большим любителем Бентли, но в фильмах они появлялись лишь эпизодически. 1964 год, кинокартина Goldfinger, Эстон Мартин Ди Би 5. К третьему фильму бондян и герой Коннери приобретает канонический образ, меняя Бентли на Эстон Мартин. И если в одноименном романе 1959 года Ян Флеминг пересаживает шпиона на Эстон Мартин Ди Би 3, то в кино специалист по оружию Кью выдает агенту 007 новейший Эстон Мартин Ди Би 5. Сражаться с подручными злодеями Goldfinger помогают лезвия в колесных дисках, пулеметы в передних крыльях, распылитель масла сзади и бронестенка в багажнике. От головореза на пассажирском кресле бонд избавляется при помощи катапульта в сидении, кнопка активации была спрятана в ручке коробки передач, а для конспирации на машине был предусмотрен механизм быстрой смены номерных знаков. Кстати, в книжке шпионских наворотов почти не было, только усиленные бамперы и тайник для пистолета. Кажется, Эстон Мартин занимает добрую половину экранного времени, то в погоне по живописному серпантину в Альпах, то удирая от целого взвода убийц азиатов на Мерседесах. 1964 год, Порше 356. Пришедший к международной славе Шон Коннери начинает получать хорошие гонорары, если за первый фильм Бондианы он получил всего 10 тысяч фунтов, то за второй уже 167 тысяч, и немного больше, за третий. Где-то в 1964 актер покупает себе Порше. Уж не знаем, скупость тому причины или нечто иное, но Коннери приобрел не новейший Порше 911 с шестицилиндровым мотором, а четырехцилиндровый Порше 356-1959 года, на фото он за рулем на улице Эдинбурга. 1964 год, кинокартина «Соломенная вдова», «Ягуары-кскии». Полузабытый детектив с Джиной Лолобриджидой, в котором герой Коннери, племянник Магната Ричардсона, разъезжает на роскошном алом купе «Ягуары-тайп» 1962 года. Машина с номером шасси 86-04-19 сохранилась до наших дней и находится в прекрасном состоянии. 1965 год, шаровая молния, снова Эстон Мартин Ди Би-5. Канонический Эстон Мартин Ди Би-5 появляется вновь в четвертом фильме Бондианы, но там у него лишь эпизодическая роль, сперва герой Коннери избавляется от преследователей при помощи новой примочки, водомета, сопла которого скрыты за задними фонарями. Потом в ходе погони его пытаются убить, но все заканчивается плохо для преследователей. На фотографии, съемка сцены и шаровая молния с Бондом, летающим на реактивном ранце. Кстати, в съемках Goldfinger и шаровая молния принимала участие одна и та же пара машин, один предсерийный прототип, номер шасси DP-2161-1, для ездовых съемок, за рулем этой машины действительно сидел Коннери, и вторая машина Ди Би-5-14-86-Р, на которой снимали в действии многочисленные шпионские гаджеты. А уже после выхода на экраны Goldfinger киностудия для продвижения фильма заказала на фирме Эстон Мартин еще пару машин с полным комплектом шпионских наворотов. Из этой четверки машин до нас дошло только три, первую угнали в 1997 году. Между прочим, одну из рекламных машин в прошлом году продали с аукциона за 6 миллионов 400 тысяч долларов. Кстати, много лет спустя после съемок Шон Коннери купил себе аналогичный Эстон Мартин. 1967 год, кинокартина «Живешь только дважды», Toyota 2000 GT. По ходу Бандиана суперагент частенько ездил на машинах своих подружек. Действие пятого фильма происходило в Японии, а съемки частично спонсировала Toyota, так что в главной роли оказался элегантный спорткар Toyota 2000 GT, но. Сесть за руль Шону Коннери так и не довелось, рулила девушка-агент японской разведки Аки, Акикова Кабояси. Забавно, что актриса не умела водить, так что педалями и коробкой передач управлял каскадер. Пара автомобилей, собранных для фильма, настоящие уникумы. Toyota 2000 GT и сама по себе большая редкость, был собран всего 351 экземпляр, и все они имели кузов-купе. Но специально по заказу киношников дизайнер Тоширо Акадо нарисовал открытую версию, и два таких автомобиля изготовили в техцентре Toyota в Цеоносиме. Причина прозаическая, рослый Коннери не помещался в низенькое купе, а киношникам было неудобно снимать сцены в автомобиле. До наших дней дошел только один автомобиль, который сейчас находится в музее Toyota. 1967 год, Дженсен ЦВ-8. Только закончив съемки в очередной части Бандианы, Коннери приобретает себе новый автомобиль. Вернее, вновь поддержанный, в витрине автосалона Чарльза Фаллета в лондонском районе Мейферон приметил большое купе Дженсен ЦВ-8 любимого темно-зеленого цвета. В мае 1967 года актер становится владельцем восьмицилиндрового купе, потратив на него солидные 2000 фунтов, во всяком случае столько просили в салоне. Спорт-кар с номером шасси 104 дробь 21-58 до этого принадлежал медиамагнату Клайву Кару, руководителю таблоида News of the World. Шон Коннери проездил на Дженсен всего год, но за это время машина успела сняться в кино. Документалка The Bola and The Bannet про верфи в Глазго стала первым и единственным режиссерским опытом для Коннери на фото, кадры из фильма. Сейчас машина отреставрирована и находится в частной коллекции любителя марки Дженсен. 1960-е годы, Bentley S2 Saloon. Разумеется, точно судить о содержимом гаража Шона Коннери мы не можем. Но говорят, что в 60-е актер приобрел этот сиро-стальной седан Bentley S2 1962 года. 1971 год, кинокартина «Бриллианты навсегда», «Триемпстек». После провала с Дэвидом Лёзинби в роли Бонда на должность агента 007 вновь возвращают Шона Коннери. Суперагент расследует контрабанду «Бриллиантов», и в нескольких сценах мелькает за рулем открытого «Триемпстек» горчичного цвета, по сюжету автомобиль принадлежал контрабандисту Питеру Фрэнксу, за которого выдает себя Бонд. Сюжет нового фильма «Бриллианты навсегда балансирует на грани комедии абсурда», под стать и список техники, на которой передвигается Джеймс Бонд, тут и неторопливый трехколесный мотовездеход Honda ATC-90, и даже луноход. Но главная автомобильная роль, конечно же, у алого маслкара Ford Mustang Mach 1, который по сюжету принадлежит подружке Бонда, рыжей контрабандистке Тиффани Кейс. Появление Форда в сюжете объясняется просто, американский концерн финансировал съемки фильма. Считается, что в фильме снимались три «Мустанга», одинаковые внешне, но с разной начинкой, один с мощным 7-литровым двигателем, еще один с мотором 5,8 и самый скромный, с 5-литровым мотором. Сценаристы придумали уморительно смешную погоню по улицам Лас-Вегаса, в которой Бонд одной левой дурит полицию, а под конец уходит от шерифа, протискиваясь на двух колесах по узенькому проходу между домами, в этой же сцене скрыта милая пасхалка, машина въезжает одним боком, а выезжает другим. 1973 год, BMW 3 CSL. Вскоре после съемок в фильме «Бриллианты навсегда» Коннери приобретает новенький BMW. 25 июля актер получает купе в кузове и 9, и не простое, а облегченную версию 3 CSL с 200-сильным мотором, кстати, CSL с правым рулем, редкость вдвойне. Машина обошлась ему в огромные по тем временам 7 тысяч фунтов, за такие деньги можно было купить почти любой суперкар. По заказу Коннери в машину установили телефон. Говорят, что на ней он отправился в Ирландию на съемки «Антиутопии Зордос». В 1976 году актер продал машину, а несколько лет назад довольно уставший BMW вновь сменил владельца и отправился на серьезную реставрацию. 1983 год, кинокартина «Никогда не говори никогда», «Бентли 4 и 1 вторая элита». Шон Коннери после 12-летней паузы снимается в роли Джеймса Бонда, в последний раз. В «Никогда не говори никогда» вновь мелькает «Бентли суперагента», совсем коротко, на этот раз, модели 4 и 1 вторая элита си открытым кузовом работы от Илье Георни Натин. Ну а боевым средством передвижения для суперагента становится мотоцикл, кажется, впервые. На эту роль выбирают супермодный спортбайк Ямаха с турбомотором. Как и положено шпионскому байку, он снабжен ракетными ускорителями, отбойниками и еще кучей неведомых гаджетов. 1986 год, BMW 635. Коннери повторил опыт с BMW в 80-е, переехав в Испанию, он приобрел белое купе 6-й серии. На нем актер регулярно передвигался вплоть до 1997 года, хотя наездил немного, на момент продажи пробег составлял всего 27 тысяч миль. Более 10 лет назад какому-то счастливчику повезло приобрести машину с таким бэкграундом всего за 7 с небольшим тысяч фунтов. Уже в наше время Шона Коннери видели за рулем Бентли Арнадж, Рейндж Ровер Волк и даже Тесла Моделес. Бандиана помогла Коннери прославиться и хорошо заработать, но вы посмотрите лучшее имя Розы. Машин, перестрелок и Мартини с водкой там нет, зато лучше видно, что актером Коннери был действительно замечательным. Спасибо за просмотр этого видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал.